Кыргызстан является импортером топлива из Казахстана и России. Из-за того, что не налажены поставки ГСМ из Казахстана и роста оптовых цен на топливо российских заводов-изготовителей, на АЗС нашей страны наблюдается повышение цен. Цены растут, да, действительно, они растут у нас каждую неделю. Это в первую очередь связано с тем, что основные отпускные цены оптовые на бензин, смазочные материалы, выросли на российских нефтеперерабатывающих заводов. У них заводы-производители сократили объемы выпусков, но кроме того, из-за того, что в Дальневосточном регионе сложилась тоже кризисная ситуация, у них несколько заводов сегодня стоят, кто-то на аварийном ремонте, кто-то на профилактическом. В некоторых регионах страны наблюдается дефицит топлива. К примеру, на юге закрылись три заправки, а в Баткенской области образовалась очередь на АЗС из более чем 100 машин. Рост цен на бензин ощутимо ударил и по карманам столичных водителей. Так, в Бишкеке цена на топливо 92-й марки превысила отметку в 40 сомов, а цена на бензин 95-й достигла почти 42 сомов за литр. Существуют факторы, влияющие на рост цен на ГСМ. Первое. С начала года рост оптовых цен на ГСМ российских заводов-изготовителей составил 67% на бензин или в среднем на 14 сомов за литр и 31% на дизельное топливо или же на 8 сомов за литр. Второе. Отмечается девальвация сома к доллару, так как закуп нефтепродуктов заводов осуществляется в международной валюте. Третье. С начала этого года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан. И четвертое. Возрос спрос на нефтепродукты в связи с восстановлением экономик. Несмотря на рост закупочных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах, фактически розничные цены на кыргызских АЗС повысились всего на 13,8% или около 5 сомов за литр. АИ-92 дизельное топливо, они включены в перечень социально значимых товаров. Если в случае месяца рост их составит 20 и более процентов, то правительство примет меры по его регулированию. С этого момента антимонопольный орган будет регулировать цены. На сегодняшний день такой ситуации нет. Между тем, в Ассоциации нефтетрейдеров заявили, что приложат все усилия для недопущения резких изменений цены и дефицита топлива. Джазгуль Бахытбек из Азамат Кадыр Токтоев, Аллату, 24.